Еще раз добрый вечер всем после длительного перерыва мы с великой моей радостью, с Божьей помощью продолжаем наши уроки. Итак, мы сейчас начинаем с четвертого абзаца 16 главы, наша любимая книга Рота Чува, которая уже подходит к концу. Итак, раскаяние связано с личной силой, с мужеством. Блажен муж, боящийся благорода, блажен кто-то совершает раскаяние, будучи мужем. Это таламудическая дроша. И это следует из контекста. Блажен тот, кто является мужем, когда совершает раскаяние. Для того, чтобы делать раскаяние, нужна сила. Мужесть упомянуть не просто так. Перейдем теперь к пятому адресу. Итак, печаль. Значит сразу это самое. Переводы все вот сейчас они с помощью клауда. Это искусственный интеллект. Как-то РЛМ то, что называется. Переводит весьма недурно, иногда делает ошибки. Вот сейчас у нас, мне кажется, тоже здесь он ошибся. Но давайте посмотрим. Печаль, которую ощущают, когда обращаются к любой святыне. Я бы лучше перевел к любой заповеди, к любой вещи, которая относится к святости. Вот наибрите тоже, да. Коль доварше бы к душе. Происходит от того, что тогда душа сияет ярче, и в ней раскрывается содержание абсолютного совершенства. И она видит через это ничтожность своих ограничений и стеснений. Она негодует на все, заставляет ее замедлить силы и тускнеть. И это действительно основа раскаяния из любви, которую каждый одушевленный человек должен принять с радостью и добрым сердцем. И тогда эта глубокая печаль сама превращается в содержание высшего наслаждения, в котором раскрываются изобилищи и забилнующие святостью райские блаженства. Отлично. Я сейчас обратил внимание, что в этом отрывке на самом-то деле есть место, которое можно понять по-разному. Это вот абсолютное совершенство. Печаль, которую ощущают, когда обращаются к любой вещи, которая святости, к любой заповеди, происходит от того, что тогда душа сияет ярче, и в ней раскрывается содержание абсолютного совершенства. Что такое содержание абсолютного совершенства? Сейчас я, и вот именно из-за перевода на русский, я понял, что это можно понять двумя способами. Либо в ней раскрывается Всевышний, как абсолютное совершенство. Либо в ней раскрываются Высшие уровни Души, которые тоже абсолютное совершенство. И мне кажется ближе именно второе объяснение. Душа сияет ярче, и в ней раскрываются ее Души содержание абсолютного совершенства. То есть Высшие этажи, которые обычно недоступны, они этажи, уровни Души, которые есть абсолютное совершенство. И мне вот так больше кажется, но здесь вот сейчас я понял, что, как вы сказали, это можно понять. И так, и так. И она видит через это ничтожность своих ограничений и стеснений. И она негодует на все, что заставляет ее замедлять силы и тускнеть. Что же это такое, что заставляет Душу замедлять силы и тускнеть? И это действительно основа раскаяния из любви, которую каждый одушевленный человек должен принять с радостью и добрым сердцем. И тогда эта глубокая печаль сама превращается в содержание Высшего наслаждения, в котором раскрываются изобилиющие святостью райские блаженства. Итак, Если честно, мне немножко сложно с этим открытым. Я объясню, что у меня сложно. Значит, первая часть не более-менее понятна. Когда мы обращаемся к любому, к любому вечеру, которая связана со святостью, то Душа съедет ярче. Это понятно. И этого света хватает, чтобы осветить более высокие этажи Души. Или чтобы понять, не скажем, как бы Всевышнего в Душе. Хорошо. Это я понимаю. И она видит через это ничтожность своих ограничений и стеснений. Мне вот не очень понятно, как это связано одно с другим. И она негодует на все, что заставляет ее замедлять силой и тускнеть. Это, видимо, грехи. И это действительно основа раскаяния и зубви, которую каждый душ-членый человек может принять с радостью и добрым сердцем. Что основа? Что мы печалимся? У нас начинается такая грусть, печаль, когда мы начинаем заниматься какой-то чем-то связанным с заповедями, со святостью. Потому что Душа начинает свететь и начинает негодовать на все, что заставляет ее замедлять силой и тускнеть. То есть это как бы прикладываясь к чему-то, получая какой-то там, не знаю, свет, ток, энергию, мы начинаем как бы, не знаю, злиться. Почему у меня это нет все время? Не знаю. Мне с тем отрывком немножко сложно. Но это негодование, видимо, связано с печалью, которая происходит, и, видимо, то же самое. И так у нас есть печаль, которая связана со всем, что есть заповедь. Как и почему, допустим, мы не понимаем. Хорошо. Первое, получается, такая математика. Окей. Счастливо, чтобы выполнить заповеди, нужно страдать, потому что Душа, она переживает, когда она касается заповеди. Соответственно, как-то нужно терпеть, сжимать зубы, и вот такая наша незавидная участь. Правда, говорит, нет. Это основа расстания зубей, которую каждый подоживленный человек должен принять с радостью и добрым сердцем. Это печаль, это хорошая вещь. Это дорога, которая ведет нас к блаженству. Если мы это примем с радостью и добрым сердцем, тогда это глубокая печаль, сама превращается в содержание в высшего наслаждения. Если мы принимаем то, что... То есть Душа как-то становится противной тогда, как собственные недостатки и грехи, это хорошее чувство. Но я прошу прощения, этот абзац мне не совсем, так сказать, зашел. Посмотрел несколько раз, но я сейчас только развожу руками. Если кто-то хочет что-то добавить, я буду рад. Если нет, давайте перейдем к следующему отрыву. К следующему даже двум. Потому что один очень-очень маленький, и следующий, который я люблю. Итак, пятер-пятый абзац со звездочкой. Просветленная Душа, все недостатки открыты перед ней, поэтому она пребывает в постоянном раскаянии. То есть большая Душа, светлая Душа, просветленная Душа, которая настолько в себе уверена, что может отключить оборонительные силы. Естественные, которые как бы объясняют тебе и разъясняют, почему на самом деле ты не виноват, и твои недостатки, они не недостатки, а их или их нет. Да? Как-то. Заметает под ковер. Ты уже достаточно уверен в себе, это просветленная, это светлая Душа, чтобы не вестись на такие вещи. Из-за того, что она просветленная, она сама освещает все собственные недостатки, они ясно видны. И поэтому в тот момент, когда недостатки ясно видны, ты автоматически все время находишься в чуде. Скажем еще так. Это ясная Душа, у нее достаточно сил не отчаиваться от собственных недостатков и не бояться их. Ой, у меня тут недостатки, что же будет, я это увидел. У меня есть недостатки. Понятно, что я смогу с ними правиться и очень хорошо что я их вижу. Теперь, да, если у меня есть отчаяние от собственных недостатков, у меня будут работать внутренние системы, которые мне будут это, недостатки пытаться делать менее четкими. Как-то завести их под ковер, потому что мне непонятно, что с ними делать, у меня нет инструментов, как с ними работать, и это может отрицательно сказаться на моем самомнении, самосознании и так далее. И я не хочу, и поэтому включаются очень эффективные системы нашего мозга, которые это все дело скрывают от нас. Когда мы достигаем, кто-то достигает уровня вот этой светлой души, то ему он постоянно, он видит эти недостатки, он их не пытается сам от себя скрыть и находится постоянно в в шуве паровкуку. Шуве, которая имеет в себе горькие аспекты, но это общий процесс очень приятный и получает доставляющий удовольствие, поэтому этот процесс он не пугает. Ой, недостатки, ой, нужно делать шуву, у меня силы сейчас. Да ничего страшного. Вы уже знакомы, живая-то хорошая штука, сперва немножко больно, потом будет хорошо, так что это вот такой вот даже если мы совсем-совсем не там, то есть я точно не там, да, но по крайней мере мы здесь можем в очередной раз поймать это отношение к шуве как к классному процессу, а не к какой-то тяжелой в общем-то обязанности. и это то, о чем он говорит в следующем отрыве. Отрывок шестой. Покаяние не приходит, чтобы обратить жизнь, а приходит для того, чтобы ее усладить. ну в этом в общем-то я думаю вся наша книжка, в этом весь раппорт. Шува это не напрасные или не напрасные мучения, шува не для того, чтобы нас помучать, а для того, чтобы было нам хорошо и приятно жить. Ну какой пример мы ведем? Ну наверное с здоровым питанием, когда мы бежим за удовольствием в моменте, там много-много сахара, а потом еще больше. И у тебя получается проблемы со здоровьем, проблемы с самочувствием, если ты постоянно чувствуешь усталым, у тебя нет сил ни на что и так далее. То есть чтобы ограничить тебя немножко тем же самым сахаром, тебе нужно помучиться. А вот ты хочешь меня мучить. Я не хочу тебя мучить. это причем не того, чтобы тебя мучить, а чтобы у тебя были силы, ты был довольный, значит ты доволен от жизни. Но сперва ты, да, у тебя начинается такая маленькая мини-ломка от сахара, тебе везде очень-очень хочется. А потом у тебя ты гораздо более здоровее, ты гораздо более сильный, у тебя есть энергия, у тебя есть желание на что-то и так далее. То есть чувак, она не для того, чтобы оброчить жизнь, а чтобы ее усладить. И сладость жизни, проходящая через покаяние, проявляется из всех тех волн горечи, в которые душа ввергается в начале своих шагов на пути жизни покоя. Как мы сказали, чувак это сперва вниз, тем, чтобы потом подняться вверх. И спуск вниз дает силу на движение вверх. Но это высшее творческое мужество. Знать и понимать, что нежность, она открывает из горечи, жизнь из всех мучений смерть, райские наслаждения из всякого недуга и страданий. И это вечное знание все более проясняется в разуме, чувствах, телесной и душевной природе. И человек обновляется для нового творения, как новое создание, и изливает новый дух жизни на все свое окружение и возвещает всему поколению и грядущим поколениям радость праведных ликований песнопение уверенность избавления веселья и песнопение и смиренные возвеселятся огосп и стильные возвеселятся давайте посмотрим высшее творческое мужество новое то есть у нас чего избавление здесь не просто так связывает еще раз какого уверенность избавления веселья и песнопения темноты здесь мы делаем маленькая пропорция понемножку человек из каких-то отрицательных эмоций мыслей чувств мы делаем наоборот вращаем это в райские наслаждения давайте еще раз попробую это прочитать покаяние приходят чтобы омрачить жизнь а с тем чтобы и усладить и сладость жизни приходящая через покаяние проявляется из всех тех волн горечи которая душа обвергается в начале своих шагов на пути жизни раскаяние покаяние покаяние раскаяние раскаяние видимо он понимает одинаково покаяние покаяние и проходящий через раскаяние проявляется из всех тех волн горчи которая душа отвергается начали своих шагов на пути жизни чувак воскаяние да то есть как мы уже учили не раз и не два вначале у нас есть нужно осознать что сделал грех понять что за него отвечаю попадаться с ответственностью которую ты должен на себя взять за это исправить как-то то что можно исправить принять на будущее тогда это все этапы которые не очень приятные они горькие но это начало и она приводит сбросит камень с плеч они на стать его всю жизнь это высшее творчество творческое мужество знать и понимать что нежность открывает и всякой горечи жизни всех мучений смерти райское наслаждение всякого недугого и страданий человек делает чего чего-то исправляет то секундочку я прошу прощения минутку я 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 извиняюсь я продолжим натан я кажется догадалась о чем вот та часть вот коротенькая которая но не коротенькая которую мы все запутались потому что это искусственный я запутался да я тоже я слушаю и и чувствую что я ничего не понимаю вот я кажется поняла в чем дело и слово цинцум натолкнул меня на мысль смотрите вот дальше потом была эта фраза из тьмы сделать свет то есть освобождаем внутри себя место как бог освободил место чтобы чтобы влить в себя чтобы это место поскольку оно освобождено для божественного света он туда вливается и остается навсегда поэтому тшува навсегда и он будет этот божественный свет он будет вот эту тшуву мы становимся в этот момент подобный богу мы делаем из тьмы секундочку прошу прощения а Виктория вот этот вы этот отрывок имеете ввиду да ничтожность своих ограничений и спеснений здесь место про которое вы говорите я что-то прошел сейчас не нашел а вы не найдете потому что тут вообще смысл не тот душа сияет ярче в ней раскрывается содержание абсолютного совершенства и она видит через это вот это вот она видит через это ничтожность своих ограничений мне кажется что смысл вообще другой из последующего абзаца понятно что мы делаем из тьмы свет за счет цинцума понимаете вы сказали на иврите слово цинцуми и он имеет такой смысл то есть мы освобождаем место это хорошо но я абсолютно не уверен что я тоже не уверена но взять на предыдущий потому что не писалось как процесс это в общем то более или менее сборная столянка которую собрал вместе отрывки из разных мест Рава Кука и по разделам их сложил если я правильно понимаю о чем идет речь поэтому каждый абзац он сам по себе как мне кажется может быть я ошибаюсь тогда я буду очень рад понять потому что соответственно их нельзя из одного учить в другое потому что может быть они где-то там были изначально вместе а может быть и нет то есть нужно понять как это то есть каждый видимо нам нужно попытаться понять сам по себе так я учу по крайней мере эту книгу Рота Чува потому что так я видел это самое в не помню уже по-моему где-то в введении в книгу что первые три главы это вот это Рав писал сам а потом это уже более или менее какой-то сборник из разных мест в Раве то есть давайте так я нарисую себе звездочку да попробую посмотреть домашних заданий давайте вы продолжите как будто действительно можно учить из одного отрезка в другое хочу просто заметить что может быть нельзя я извиняюсь я вас перебил теперь можете продолжить нет нет ничего все правильно потому что я же тоже ну естественно я могу ошибаться но у меня сначала вот какая-то понимаете сначала было какое-то непонимание совершеннейшее я не могла это увязать никак ну вот я говорю единственное слово цинцуми это же процесс цинцум это же процесс то есть освобождение места внутри себя для и по-моему это у нас где-то раньше было что-то такое такая мысль уже была и и туда впускается божественный свет внутри вот в общем вы поняли мою идею что я имею ввиду мне главное да идею я понял вот и что это вот всегда и поэтому человек он всегда будет идти единожды освободив место среди печали среди тьмы и непонимания понимаете внутри себя освободив вот этот вот этот вот маленький кусочек влить в себя божественный свет он теперь всегда будет идти по пути исправления хорошо ну вот это такая идея на уровне все давайте продолжать я как бы все значит давайте это самое цин-цун да то что это самое то что вы привели я это понятие с ним знаком по отношению к Богу по отношению то же самое к душе я этого не слышал еще и это ну это как бы интересно это стоит посмотреть в этом направлении ну да я не могла не поделиться такой мыслью мы же все-таки по образу и подобию и вот мне кажется что это вот божественное у нас божественное свойство вот так делать освобождать внутри себя место для божественного ну как бы версия отлично давайте значит посмотрим что у нас еще что-то высшее творческое мужество и это вечное знание все более проясняется в разуме чувства телесной душевной природы и человек обновляется как для нового творения изливает новый дух жизни на все свои окружения и возвещает всему своему поколению ведущим поколениям радость праведных ликования песни петь и так вот это вот понимание что с помощью этого высшего творческого мужества мы и и горечь и горечь и мрак вот этой жизни которая нас нас которая нас сопровождает во время что в общем-то является для нас чем-то что в конце перерабатывается в превращается в радость и так далее и должно мы должны понять на всех уровнях да здесь сразу говорить в разуме чувстве телесной душевной природы то есть мы это сперва понимаем умом потом это проходит глубже и мы не только понимаем умом мы начинаем это дело прочувствовать до тех пор что это что это превращается в телесную и душевную природу и тогда человек становится действительно новым творением настолько новым что он может все свое окружение на него влиять положительно изливает новый дух жизнь на все свое окружение возвещает всему самому поколению да и грядущим поколениям радость праведных ликование песнопение уверенность избавление веселья и песнопение то есть все таки насколько я здесь понимаю это видимо не для всех а для очень особенных людей но мы для этого как всегда чего-то берем для себя и смиренные возвеселятся в господи и бедные из людей возрадуются в святом Израиле а может быть и для всех тоже вопрос хороший вот если бы наш абзац покончился бы первой строчкой я был бы очень рад потому что и понятно и очень хорошо взять на цитату и так но дальше раб идет и нам объясняет как это происходит потому что радость сладой жизни происходит из той горечи которая душа полагаю которая душа там как бы ввергается там находится в начале чувы и понимание того что это горечь это не просто нас мучить а для нашего счастья и не в будущем мире а в этом это очень важное понимание кто хочет что-то сказать с нами выученное я буду очень рад еще вот и мне придется подсуетиться с записи потому что не сохраняется бесконечно к сожалению если нет то я очень рад встретиться еще раз после длительного перерыва и надеюсь что в следующий раз мы встретимся по-нормальному тоже без перерывов и все у нас будет хорошо всего всем доброго до встречи до свидания всего доброго спасибо всего доброго и Виктория мама всем спасибо до свидания доброго доброго Продолжение следует...